Итак, будем ли закрывать микрозаймы? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня в студии депутаты областного собрания Екатерина Поздеева и Александр Дятлов. В прошлый раз мы вас спрашивали, уважаемые телезрители, нужно ли полностью запретить микрозаймы. Вот какие результаты мы получили. 67% да, нужно запретить, 20% считают, что не нужно запрещать микрозаймы и 13% затруднились ответить. В пятницу после выхода нашей программы прокуратура области объявила об открытии горячей линии. Туда могут обращаться все, кому угрожают или по-другому нарушают закон коллекторы. Горячая линия работает ежедневно с 9 до 12 и с 14 до 16 по номеру телефона 8 818 2 41 02 35. А сейчас следующая тема нашей передачи. С начала года в Архангельской области выявлено 68 новых случаев ВИЧ. Большинство из них – потребители инъекционных наркотиков. Установить диагноз возможно только после проведения специального лабораторного теста на ВИЧ-инфекцию. Пройти его можно бесплатно и анонимно в Архангельском клиническом центре СПИД во все дни рабочей недели, а также каждую вторую субботу этого месяца. Экспресс-диагностика проводится всего в течение 15 минут. Также в кабинете анонимного консультирования можно получить всю достоверную информацию об инфекции, ее способах передачи, лечении и так далее. Но есть одна еще очень страшная цифра. Впервые пробуют наркотики сейчас дети в возрасте 11 лет. А в возрасте 12-13 лет эти дети уже фактически становятся наркоманами. А употребляющие наркотики – это прямой путь к ВИЧ-инфекции. Сегодня в России порядка 8 миллионов человек употребляют наркотики. Для сравнения, население Санкт-Петербурга – 5 миллионов человек. 20% из них – дети. В сутки наркоманами становится 235 человек. В год в России от наркомании умирает 70 тысяч человек. При этом за последние три года комиссии по делам несовершеннолетних не направили в суд ни одного обращения для дальнейшего принудительного лечения несовершеннолетних. Объясняют это отсутствием в законодательстве прямой нормой. Мы на одной из сессий такие изменения внесли и ждем теперь рассмотрения в Государственной Думе. Мы здесь в первую очередь обращаемся, конечно, к родителям. Разговаривайте со своими детьми, объясняйте им, что это, в общем-то, смертельная инфекция и будьте бдительны сами. И, пожалуйста, обращайте внимание, какими ваши дети возвращаются из школ и из увеселительных учреждений. Нет ли в глазах признаков наркотического опьянения? А тем временем по стране шагает праймерис. Праймерис. В переводе с английского – предварительные выборы. Тип голосования, в котором выбирается единый кандидат от политической партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Совсем недавно в Москве прошел форум «Кандидат». Ты его посещала. О чем там вообще говорили? Ну, вообще это считалось учебой для тех людей, которые планируют пойти в депутаты Государственной Думы. Но я для себя этот форум восприняла как, наверное, возможность пообщаться с теми людьми, которые сейчас определяют политику в нашем российском государстве. Но ты же у нас участник праймерис. Да, я участник праймерис, но для меня все-таки это возможность пообщаться с теми людьми, которые определяют социальную политику в Российской Федерации. В частности, лекцию для нас и возможность задать вопросы читала Ольга Баталина. Ольга Юрьевна Баталина. Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Одним из ее посылов было то, что сейчас в Российской Федерации в репродуктивный возраст вступают те дети, которые были рождены в кризис, то есть когда у нас на стыке 90-х годов происходило снижение рождаемости, и поэтому сейчас от них ожидать высокого уровня рождаемости, к сожалению, не приходится. Необходимо, чтобы женщины за 30 уже сейчас рожали третьего, четвертого и последующих детей. А тем временем у нас, я по крайней мере читаю данные Архангельского областного собрания, обсуждается некий закон о сокращении поддержки многодетных семей. А это порядок, да? Не подумайте о многодетных матерях. В частности, рассматривается вариант, если средний душевой доход будет более 19 или 20 тысяч рублей, то эта семья лишается всех год. Как ты считаешь, это будет стимулировать к рождаемости, чтобы люди имели три и пятеро детей, например? Нужно немножко забыть о себе, понимаете? И все время только думать о них. Я думаю, что это не будет никаким образом стимулировать рождаемость, а скорее наоборот. Более того, это будет не стимулировать зарабатывать людей, которые имеют многодетную семью, большие деньги. Если глава семьи, более пяти человек, зарабатывает, например, 100 тысяч рублей, но если он умудряется обеспечивать семью на довольно высоком уровне, то такая семья будет лишаться всяческой поддержки государства. Насколько это верно, мне кажется, решение очень спорное и требует еще детальной проработки. Говорят, что содержание ребенка у нас сейчас составляет порядка 30 тысяч рублей. Хлеба, три буханки, вот сахар 5 килограмм, вот тут вот котлет любительских, 40 штук, и вот сосиски. Для того, чтобы обеспечить нормальный уровень этому ребенку, 20 тысяч рублей недостаточно. То есть фактически мы говорим о том, что поддержка останется только совсем у незащищенных и совсем не обеспеченных семей. А как же тогда стимулировать к рождению будущих детей вот как раз третьих, четвертых и пятых? Ну все-таки тогда мы надеемся, что федеральные чиновники не допустят принятия таких законов в регионах. И надеюсь, не допустят отмены той льготы, которая наиболее популярна среди многодетных семей – это оплата коммунальных услуг. Ведь сейчас, если в семье трое детей, то это 30%, если четверо – это 40%, а пятеро и более детей – это 50%. И, конечно же, это существенные средства. Исходя из всего этого, мы надеемся на федеральные органы власти, что они будут увеличивать поддержку для многодетных семей. Иначе стимулировать рождение по-другому просто нельзя. И поэтому сегодняшний наш опрос звучит следующим образом. Нужно ли поддерживать многодетные семьи в Архангельской области? И три варианта ответа. Да, нужно увеличивать финансовую поддержку посредством введения новых льгот. Нет, нужно оставить все как есть или затрудняюсь ответить. Мы ждем ваши ответы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александра Дятлов и Екатерина Поздеева. На своих экранах вы видите адрес электронной почты, на которой мы также ждем ваши отзывы. До свидания и всего вам доброго. Берегите ваших детей. До свидания. Спасибо вам большое.